Привет, красотка! И, наконец-то, бьюти-видео на моем канале! Чтобы вы не забывали, что я все-таки бьюти-блогер, нужно иногда такие виточки выставлять. На самом деле, я очень соскучилась по всяким бьюти-лайфхакам, советам, поэтому сегодняшнее видео будет максимально наполнено и полезностями, и бьюти-атмосферой. У меня сзади, посмотрите, какой романтичный осенний фон. Я максимально пыталась воссоздать что-то уютненькое, точнее, не воссоздать, а создать. И, посмотрите, кто тут прячется. Скажите, кто-нибудь заметил сейчас кружку на заднем фоне? Вот прямо напишите здесь, заметили ли вы ее в самом начале. Ну, а здесь прячется великолепный напиток. Это чай с лимоном. Если вы слышите еще отголоски моей простуды, очень жаль, но я ничего с этим не могу поделать. Видео снимать надо, видео я хочу снимать, а вот нос у меня проходит дольше всего, поэтому вы будете слышать немножечко мой гнусавый голосок, но ничего. Сегодня я хочу с вами поделиться полезными бьюти-привычками, которые было бы неплохо иметь всем. Давайте не будем тянуть, но очень важный момент, который я должна сказать. Обязательно смотрите видео до конца, потому что я возобновляю конкурсы в каждом видео. Надеюсь, что это будет все-таки в каждом видео, как пойдет. И сегодня вас ждет целых три бьюти-продукта, какие именно узнаете в конце видео. Поехали! Первая бьюти-привычка. Я очень благодарна за то, что она у меня есть, потому что она очень выручает меня всегда. Особенно осенью, зимой и весной. То есть почти все сезоны, круглогодично почти. В чем заключается эта привычка? Разложить по всем вашим карманам, по всем вашим сумкам бальзамы для губ. Они не такие дорогие, что это, я говорю, распихать. Это же не помада от Шанел. Все-таки это просто бальзамы, они продаются там за 90 рублей, где-то за 70 рублей можно купить. Обычные увлажняющие губы-бальзамы. Растыкать их по всем карманам, потому что чаще всего происходит как? На улицу выходите, нужно губы увлажнить. Понимаете, да, что сейчас будете на ветру облизывать губы? Или уже чувствовать, что они шелушатся по карманам, а там ничего нет. Почему? Потому что он где-нибудь благополучно лежит в сумочке, в косметичке, дома, там, над раковиной, под раковиной, не знаю. Но, в общем, самый нужный момент у нас его нет. Поэтому везде его распихайте и всегда увлажняйте губы, особенно вот в такое вот время, как сейчас, когда они постоянно трескаются, кровоточат. Ну, не кровоточат, а в смысле мы отдираем вот эти вот шелушинки, да, так никогда не делайте, девочки. Следующая привычка сэкономит вам время очень-таки хорошо. Ваша личка за нее скажет вам спасибо. Я молодая мама, как вы знаете, поэтому я ищу любые способы, где можно сэкономить время, где можно что-то сделать совместно, где можно как-то использовать время очень выгодно. Поэтому знаете, сколько я приемов уже придумала и разработала для себя лично, чтобы одновременно быть с ребенком, уделять ему время, но и про себя не забывать. И, в общем, мой лайфхак заключается в том, чтобы совмещать душ и маску для лица. То есть, смотрите, как это обычно бывает. Ты идешь в душ, очищаешь потом лицо, там делаешь какие-то свои бьюти-процедуры, понимаешь, о, было бы прикольно сделать маску. Но она делается 15 минут, еще 15 минут, а ты уже хотел лечь спать, пойти там и все вот это вот закончить. Если ты идешь в душ, как раз тебе лицо особо там не нужно, ты как бы моешь тело все-таки, маска может в это время замечательно работать. Я очень горжусь этим лайфхаком и вообще любые бьюти-процедуры, которые можно совмещать вместе, совмещайте. Например, вы делаете маску для лица, нанесите одновременно очень густо бальзам для губ. На кутикулу наносите. Ну, в общем, постоянно думайте о том, как вы можете в одно и то же время делать разные какие-то вещи. Следующий мой совет будет не совсем бьюти, он будет касательно здоровья, но, как мы знаем, красота начинается со здоровья. Нельзя вообще назвать девушку красивой, если она там нездоровая. Ну, вы понимаете, да? Красивая кожа это, в первую очередь, здоровая кожа. Красивое тело это, в первую очередь, здоровое тело. Не знаю, но у меня так. Поэтому, как бы, для меня красота, она в первую очередь идет изнутри. Мы питаем себя изнутри. Это уже другая тема для разговора, я не отвлекаюсь. Так вот, следующий совет будет направлен на здоровье ваших ног. И вы скажете спасибо себе очень много раз в старости. Ну, или даже не в старости, в 30-40 лет уже проблемы с венами, с варикозом, особенно у тех, кто носит каблуки. В общем, в чем заключается мой совет? Держите ноги выше головы всегда, когда у вас есть возможность. Таких возможностей много. Их просто нужно замечать и привить себе эту привычку. Например, разговаривайте по телефону. Положили ноги на стену. Сами лежите на диване. Сидите там в телефоне, читайте книжку, слушайте музыку. Что еще люди делают обычно? Я это словила еще во время беременности, потому что там действительно к концу беременности уже ноги начинают отекать. И ты понимаешь, что хочется, чтобы они подрасслабились. Они и так очень сильно напрягаются, и поэтому это не лайфхак для меня, не какой-то совет. Это просто было мое времяпрепровождение. Я реально специально просто ложилась на кровать и ставила ноги на стену. Почему на стену? Чтобы происходил отток крови от ваших ног. И это как профилактика варикозы любых заболеваний венозных. А мы идем дальше. Если вы знаете, что сегодня вы будете мыть волосы, обычно это знают заранее. Так вот, если вы знаете, что вы сегодня будете мыть волосы, я предлагаю замечательную вещь, за которую скажу спасибо ваши кончики в первую очередь. Наносите масло для волос. Примерно, ну вот если взять мою длину, да, у всех разная длина, но если взять мою длину, я наношу примерно отсюда. То есть корни вообще маслом мы не трогаем, да, знаем такой момент. Только там в каких-то очень глубоких масках это нужно делать, и то потом я не знаю, сколько раз нужно отмывать это. Ну, в общем, примерно 40%, наверное, вот так. Я покрываю маслом, и это как раз самые такие поврежденные волосы. Хотя бы за 15 минут, за 30 минут, ну в идеале там за час до мытья головы. Что мы получаем? После мытья и после сушки ваши кончики намного проще расчесываются, они намного более мягкие, гладкие, от этого они меньше секутся, так как они мягкие, гладкие, видимо, чешуйчики у них закрываются, и вы когда их расчесываете, там все не выпадает. Кстати, знаю, что вы меня спросите, какое масло, например, подойдет. Не обязательно это какое-то специальное масло для волос, много-много денег. У меня это обычное кокосовое масло, которое вообще подходит подо все, я и от растяжек, и мазалась неэффективно. Но, потому что растяжки, это оказывается просто предрасположенность, есть к этому или нет, как бы тут масло особо не поможешь. Хотя, много кто что говорит, но я на себе отметила, что не работает ни масла, ни крем, ничего. Кокосовое масло я намазываю на кутикулу, на волосы, для ног маски можно делать, знаете, на пятки, на сухие части. Ну, в общем, кокосовое масло у меня просто идет в ход только так. Косторовое масло также подойдет для волос. Кто со мной на канале уже давно знает про то, как я всем пихаю воду, и про то, как я всем и всегда без устали говорю, пейте, девочки, чистую воду и как можно больше. Ну, не в плане, там, по 5 литров в день, это, конечно, нет. У каждого своя норма, но я знаю, как мало, на самом деле, пьет среднестатистический человек. Когда я говорю пьет, я подразумеваю не газированные напитки, не соки, даже не свежевыжатые соки, не чай, не кофе, а воду, обычную чистую воду. Приобретите себе красивую бутылку воды. Там не должна быть вода, а просто красивую бутылку, из которой вы будете пить каждый день. У меня это пластиковая бутылка розовая, вы ее очень много раз видите в инстаграме, она у меня почти на каждой фотографии, мне кажется, есть. Зачем нужна эта бутылка? Она будет постоянно вам напоминать, попей, попей, попей воды. Когда она на глазах, она постоянно напоминает, когда нет, она не напоминает, и вы не вспоминаете об этом. Я это замечала за собой много раз, когда я монтирую, сижу, я могу уйти просто в дело и сидеть, сидеть, сидеть. Если у меня рядом не стоит бутылка воды, то я не буду пить. А рядом она стоит, я отвлекаюсь, там, буквально, там, минутку посмотрю, о, вода, надо попить. Не нужно ждать, пока ты будешь хотеть пить. Это момент, когда организм тебе уже говорит, все, капец, я умираю. А иногда даже, когда вы хотите есть, и вы думаете, так, вроде недавно ела, попейте воды. Зачастую голод уходит. Ну, это не означает, что мы весь здесь сидим на воде, вы понимаете. Кстати, мой совет насчет объема воды. Мне в идеале подходит 500-600 миллилитров, потому что 200-300 это как бы совсем мало, это просто стакан воды. Фактически, вы можете где-то его и так выпить. Литр уже тяжело, если вы ходите, берете ее с собой, то как-то вы будете уже думать, так, килограмм просто носить с собой как-то не очень хочется. Следующая полезная бьюти-привычка, это уметь, срана сейчас будет звучать, наверное, уметь сделать себе макияж минут за 5-7. Очень часто, очень часто у нас происходит так, что у меня очень мало времени, я опаздываю куда-то, но нужно быстро себя привести в порядок. И всегда есть две крайности. Либо ты не краешься вообще, либо ты делаешь полноценный макияж, который занимает чаще всего минут 20-15 хотя бы, и опаздываешь куда-то. И вот из-за этого ты обычно выбираешь первый вариант, потому что ты думаешь, я не хочу опоздать. И насколько важно, насколько удобно уметь себе сделать макияж минут за 7, который просто тебя освежит, просто преобразит. Это значит, что ты не будешь искать эти продукты, да, которые тебе нужны. Очень долго у тебя в косметичке рыться куда-то там, идти в другую комнату, чтобы взять там консилер, а здесь нужно взять ватную палочку. Это означает, что у тебя есть либо косметичка, либо ты просто понимаешь какой-то набор продуктов, и они у тебя всегда должны быть под рукой где-то, где есть зеркало, чтобы ты сделала быстро себе макияж. Например, ты понимаешь, что тебя быстро освежит консилер, тебя быстро освежит тушь, брови, и там бальзам для губ или розовая помада какая-нибудь для губ, и ты быстренько все это можешь найти. То есть это не полноценный макияж с тональником, хайлайтером, румянами и всем-всем-всеми нашими штуками. Это просто мини-версия того, чтобы ты сделала. А уже выглядишь свежее, уже настроение лучше, уже нет такого, что, господи, хоть бы я сегодня никого не встретила. Да, я сейчас свои мысли озвучиваю, потому что, когда я не красаюсь, я, ну как бы, ничего такого, конечно. Я себя принимаю, любовь, но тем не менее, это такое чувство, что, ну почему я поленилась две минуты потратить на брови, или там просто накраситься тушью, да, потому что это уже очень сильно преображает. Ну и последняя бьюти-привычка, назову ее бьюти, потому что она бьюти. Это улыбаться чаще красотке, то, что я вам всегда говорю. И это не просто какая-то премудрость там или фраза для завершения моего видео, нет. В этом действительно кроется огромная энергия. Вы замечали? Идешь просто по улице, едешь в общественном транспорте, идешь в торговом центре. Все люди, они какие-то не очень счастливые, как будто бы. У них улыбки на лице нет вообще. Либо она может появиться, если они посмотрели там смешное видео, либо они с другом идут и тогда улыбаются, окей. Конечно, это странно, идти вот так вот лыбиться. Этот пункт означает быть более позитивным, оптимистичным. Все знают, что смех продлевает жизнь. И как полезно смеяться, прям вот хохотать, прям от души. Очень полезно смотреть там фильмы всякие, комедии смешные. Потому что куча там каких-то гормонов, химических реакций происходит. Человек дольше живет. В общем, улыбайтесь чаще, красотки. Не просто так я это говорю. И мои 7 бьюти, привычек, бьюти, советов подходят к концу на самом деле. В моей книжечке вот, где я, сонарина. Понимаете, написано много, еще много бьюти, советов. Я их просто вот так вот, все, что мне пришло в голову, написала. И поняла, что здесь, скорее всего, информация не на одно видео. Потому что я сейчас уже болтаю достаточно долго. И если я это буду все описывать, то видео получится слишком длинное. Поэтому, если вы хотите вторую часть такого видео, обязательно пишите в комментариях, что вам видео понравилось. Но мы переходим к конкурсу. Я надеюсь, вы соскучились по конкурсам в каждом видео. Потому что, все-таки, это была такая приятная минутка в конце видео. И мне безумно нравится делать вам приятное и делиться косметикой. Ну, делиться, так говорю, как будто она открытая. Знаете, я попользовалась. Слушай, и ты тоже попользуйся. Нет, все, если что, упакованы новые. В общем, как раз я уже показала продукты. Это три продукта от Ифраше. Моих любимых Ифраше. Это духи. То есть, это парфюмированная вода. Я не знаю, как описать этот аромат. Потому что он фруктовый. И все, что я могу сказать. Потому что для всех ароматы раскрываются по-разному. Но он безумно приятный. Он не сказать, что осенний, весенний, какой-то летний, зимний. Он просто приятный. Он не такой серьезный, глубокий, как бы женский. Он больше для молодых девушек, девочек, как мне кажется. И также два продукта. Это тени. Тени красно-золотые. Вы, кстати, заметили, да, наверное, что я с красными тенями такими насыщенными. Это вот эти тени. Они безумно классные. Очень хорошо тушуются. А также помада. Она тоже такая интересная. У нее не однородный оттенок, а как будто бы смешение нескольких. И получается очень красивый результат. Называется она просто нюдовая мраморная помада для губ. Это лимитированная коллекция, девочки. Это наборчик. Ждет свою хозяйку. Чтобы получить такой бьюти-наборчик, вам нужно немного подписаться на меня в Инстаграм. Подписаться на меня на Ютуб, если это вдруг еще не сделано. Если вы настоящие красотки, то это уже давно выполнено. И третий пункт. Написать в комментарии под этим видео, какие бы бьюти-видосики вы хотели от меня видеть в ближайшее время. Именно бьюти. То есть не влоги, не какие-то семейные, не ответы на вопросы. А вот именно касательно бьюти. Что было бы интересно узнать. Может быть, уходовое что-то, декоративное. Какие-то любимые подборочки. В общем, я уже набросала сама себе сейчас несколько идей. Но это должны сделать вы. И обязательно в этом комментарии оставьте свой ник Инстаграма. Потому что мне нужно как-то с вами связаться. Если именно вы победите. И через три дня в моих сториз в Инстаграме. Собственно, поэтому еще нужно подписаться, чтобы все это не пропускать. Быть в теме. Там я много чего выставляю каждый день. Через три дня будут результаты конкурса. Ну что, а я буду, наверное, завершать. У меня безумно хорошее настроение. Очень надеюсь, что оно передалось вам. Очень надеюсь, что видео было полезным. Я вас очень сильно люблю, красотки. Улыбайтесь чаще. Пока.